Приветствую всех на канале программфикс у микрофона Нетли, в этом видео я хотел бы рассказать о том, как сделать крутую анимацию текста в Adobe After Effects, как на данном примере. Погнали! Первым делом нам нужно перейти по ссылке в описании под этим видео на официальный сайт разработчика плагина и скачать его для Windows или же для Mac. После того, как мы сделали все вышеперечисленное, запускаем установщик Product Manager. В открывшемся окне выбираем Install. Далее нажимаем Finish. В окне Product Manager выбираем установку Animation Composer и Starter Pack. Далее, как мы все установили, закрываем Product Manager и открываем Adobe After Effects. Далее, как у нас открылся проект After Effects, мы создаем либо же запускаем проект, в котором будем использовать данный плагин. После того, как у нас открылся проект After Effects, мы переходим в Windows Animation Composer. Открывшемся окно Animation Composer закрепляем там, где вам удобно. Далее, для того, чтобы использовать данный плагин, мы создаем композицию. В моем случае она уже создана. В композиции создаем слой с текстом или же добавляем картинку. В моем случае я создаю текст. New Text. Пишем все, что вам угодно. И размещаем его там, где вам угодно. Далее, комбинацией клавиш Alt плюс квадратные скобочки мы обрезаем текст под нужное нам время. Далее, для того, чтобы добавить анимацию, мы выделяем слой с текстом. Переходим в окно Animation Composer и выбираем вкладку Presets. Starter Presets. И здесь мы видим все типы анимации для картинок и для текста. Это такие анимации, как 2D анимации появления, 3D анимации появления. Также анимации появления и исчезновения текста. И эффекты для картинок. Также эффекты для текста. Один из эффектов я использовал в прошлом видео. Данный эффект. Теперь бы я хотел рассказать о том, как добавлять данные анимации. Я выбираю вкладку Появление и исчезновение текста. Далее выбираю любую понравившуюся мне анимацию. В моем случае это будет данная анимация. Нажимаю на нее. И здесь появляется выбор, откуда будет начинаться эта анимация. Снизу, с центра или сверху. В моем случае больше подходит сверху. Опускаемся ниже и видим, где будет использоваться данная анимация. В начале или же в конце. Или сразу и в начале и в конце. Я же выберу в начале и в конце. Нажимаю. И у нас добавляется данная анимация. Мы можем просмотреть. Ну и вот она добавилась. И также она уходит. В окне Animation Composer мы также можем настроить всю эту анимацию. Но я этим не занимаюсь. Теперь давайте посмотрим конечный вариант данной анимации. Думаю, выглядит неплохо. Если вас заинтересовало, как я сделал данную анимацию приближения, то пишите в комментариях, я запишу об этом отдельное видео. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Вы, конечно же, поставите лайк, подпишитесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Также пишите, на какие темы вы хотели бы видеть еще видео. Ну а на этом все. Всем пока.